друзья всем привет меня зовут алина и вы на канале мама шила малышу в этот раз я решила сделать не совсем типичное видео для моего канала да здесь довольно много разных мастер-классов по шитью но в этот раз решила я записать что-то вроде бы влога я расскажу о том как мы работаем на карантине какие машинки я взяла с собой домой какие я взяла ткани нитки и так далее так что надеюсь вам будет интересно сейчас это апрель 2020 года весь мир борется с коронавирусом наша страна и наш город в том числе поэтому привычная жизнь все же у нас изменилась раньше я обычно шила в своей мастерской в москве я там была не одна со мной работают еще люди но сейчас в рамках текущих условий мы перешли все полностью на удаленную работу девушки трудятся они шьют макеты создают выкрики для вас так что процесс не останавливается и к лету нас будут классные новые модели как детские так и взрослые кроме того и онлайн школа по шитью также функционирует в полном объеме студенты учатся кураторы помогают уроки выходят все как надо так что у наших учениц самоизоляция пройдет с двойной пользой это точно кстати еще до карантина у меня практически вся команда работала удаленно однако были сотрудники которые работали в офисе сейчас же мы перешли полностью на удаленную работу к сожалению не могу сказать что это было прям так совсем просто и безболезненно но мы приспособились я надеюсь что у нас все получится ну а конкретно я со своей семьей то есть мужем и с ребенком уехала сейчас в подмосковье здесь живет моя мама и моя бабушка у них свой небольшой дом и участок и конечно в режиме самоизоляции это намного комфортнее когда есть возможность хотя бы выйти на улицу и погулять с ребенком но и так как процесс у нас все же не остановились собой я привезла но если не полный арсенал то почти я взяла вышивальную машину оверлок швейную машину не брала но есть и моей мамы еще взяла разные ткани иголки нитки и так далее вот как раз дальше я хочу показать как я организовала свое рабочее место вдали от удобной просторной мастерской в обычных домашних условиях что уже сшила что еще буду делать так что смотрите надеюсь вам будет интересно итак для того чтобы я продолжала жить и работать на карантине мне у мамы в доме выделили вот такую рабочую зону назовем то так по сути здесь просто два совмещенных стола и сверху я здесь расположила свою швейную технику и столы находятся напротив окошка здесь падает дневной свет все очень симпатично давайте теперь расскажу конкретнее про технику которую я взяла с собой и в первую очередь это моя вышивальная машина я и много раз уже показывала добраться реновиса нв 850 е дело в том что мы сейчас активно развиваем проект по машинной вышивке разрабатываем разные вышивальные дизайны причем не только для россии но и для европы и для сша это довольно популярное направление оказывается у них и останавливать процесс в связи с карантином мне крайне не хотелось поэтому вышивальную машину я взяла с собой хоть она довольно большая но тем не менее в багажнике она поместилась с собой у меня и большие пальцы и маленькие пальцы кстати друзья вот у меня с пальцами проблема у меня к ним после того как я использую клей спрей прилипает всякие вот такие маленькие штуки я пробовала их очистить при помощи пима люкс при помощи щеточек и всяких обезжиривателя мне ничего не получалось если вы знаете какое-то чудо средство пожалуйста подскажите мне мне будет очень полезно и так с вышивальной машиной все понятно и конечно же у меня есть еще с собой швейная машинка вот и оверлог оверлог стоит он там чуть-чуть подальше на подоконнике это швейная машина не моя это швейная машина моей мамы но она очень похожа на мою швейную машину brother novice a16 у меня машинка той же серии только a150 в принципе вполне справляется со всеми нужными задачами я на ней очень активно шью и вот для примера работы которую я недавно сшила на этой машинке показывала кстати весь процесс в stories как я шила блузку и ну шортики уже не показывала показывала только блузку в целом получилось все довольно неплохо это я отрабатывала новую выкройку нас будет такой детский комплектик на лето называться те я провели примерку все отлично утвердили так что скоро будет выкройка на сайте мама шила малыша .ру и здесь дальше за этой рабочей зоной меня еще подоконник грех не использовать такое свободное пространство здесь у меня стоит ноутбук на нем я могу посмотреть какие-нибудь ролики или может быть сериал включить на фоне но сейчас у меня здесь открыт мой сайт вот и здесь же тоже у меня расположились разные нужные штучки для шитья давайте посмотрим вместе поближе и на подоконнике у меня стоит оверлок когда нужно его представляю на стол и шью вместе с ним вышивальную машину иногда убираю в другую комнату и и также здесь у меня разные мелочи это ножницы иголочки разные на магнитной игольнице вот такая вот у меня сантиметровая лента от zara home очень такая стильненькая и удобная здесь же у меня маркировочный фломастер от модера кстати очень его советую очень классный так что используйте смело здесь же маленькие ножнички для вышивки ну и по соседству расположился ноутбук здесь же у меня лежит калька и миллиметровка для того чтобы снимать новый курс и мы решили подготовить новый курс будет сложнее чем предыдущий будет основан на конструировании будем конструировать из полностью строить базу платья женского затем моделировать и шить по шагам несколько моделей это пришел на главный помощник ни один шейный проект не обходятся без его внимания да симба все будем вместе шить в общем рабочее пространство увеличенных за счет подоконника скорее здесь знаете мне такое хранение но тем не менее удобно когда все рядом рядом с машинками а вот у нас видок за окошком такая подмосковная ранее весна где-то там люди он строит еще дом вот где-то уже живут вполне но скоро здесь все расцветет и будет довольно красиво будем есть клубнику и другие ягоды которые растут эти грядках пока что здесь ничего нет ну и конечно на этом еще не все кроме оборудования я брала с собой всякие разные ткани нитки и так далее давайте посмотрим что у меня здесь есть разместилась я вот на таком небольшом комодике хотя наверно это не комод а полочка рядом с детскими игрушками внизу это игрушки полины вот здесь у меня одно такое маленькое отделение там лежит для вышивки разные стабилизаторы пяльца и клея а сверху нитки и ткань давайте рассмотрим подробнее кстати здесь на этой стене много наших детских фотографий моих и моего брата можно поближе рассмотреть здесь я совсем маленькая в детском саду не знаю сколько мне здесь лет наверное трех нет а вот тут я уже постарше таком милом платье с клубничками кстати у нас есть похоже называется мальвина тоже с такими воланами по плечам это мой брат в детском саду вот так вот тогда фотографировали с живыми змеями он бедный так испугался что аж глаз прищурил но он здесь совсем маленький сейчас ему 23 года по моему а это очень смешная фотография здесь я и мой муж на самом деле конечно в детстве мы не были знакомы мы жили в разных городах в этом возрасте даже в разных странах я жила в казахстане эта фотография нам подарили на свадьбу это фотомонтаж но тем не менее получилось прикольно вот такие мы маленькие как будто были знакомы ладно от фотографий переходим к ниткам и к ткани посмотрим что я привезла с собой вот в такой большой пластиковый ящик я сложила нитки и разные маленькие штучки которые пригодятся во время шитья также у меня здесь вот такая книжка полный курс кройки шитья изучая ее но я конечно не сказала что это прям полный курс но тем не менее в немного есть полезного и в первую очередь в этом ящике видим вот такие большие нитки разных цветов для вышивки это довольно недорогие нитки честно говоря не самого лучшего качества я их чаще всего использую для того чтобы отрабатывать дизайн и вышивки то есть мы вышиваем тестовый дизайн и чтобы проверить насколько верно выстроена программа для вышивки покупала и я их в магазине вилл текс честно говоря даже не знаю какой здесь бренд ниток на них нету они там что то есть какие-то опознавательные знаки но для такой вышивки для клиентов уже для своей одежде я их не могу рекомендовать потому что ну честно говоря так себе есть еще здесь две бобинки ниток для вышивки фуфус это у меня красные и черные они в целом ой хоть и недорогие но достаточно неплохие лучше чем те которые я показывала до этого также есть большая вот такая бобина белых ниток это нижняя не для вышивки фирмы гунот вот она хорошая мне нравится ну и обычные швейные нитки здесь у меня веритос 4 бобинки не такс по сути это тот же веритос зеленый почему зеленый это потому что взяла ткань зеленого цвета позже вы увидите несколько маленьких катушечек не так в основном это у меня модера и и немного резиночек здесь у меня педаль для верлока и вот такие вот наборы в которых лежат мелочи для швейной техники ну конкретно здесь я еще положила иголки различные мелок там карандаш здесь лапки пинцет и так далее в общем вот в такой большой пластиковой корзине у меня разместились все мне нужные нитки хотя нет не все сейчас еще покажу и разные мелочи которые понадобятся передвигаемся дальше и здесь уже запасы ткани и конечно же еще нитки про которые только что сказала это большой набор ниток модера они нужны для вышивки вот эти уже нитки они очень классные итак запасы ткани которые я взяла с собой на самом деле когда мы собирались уезжать подмосковье у меня было не так уж и много времени чтобы собраться поэтому я долго не думала что брать просто взяла чтобы очень понравилось что под руку попалась немножечко конечно вдумываясь но тем не менее прям такого жесткого отбора что взять с собой у меня не было сейчас давайте вам кратенько расскажу что для чего а вот ну и посмотрим получится ли у меня во время карантина все это сшить давайте начнем с правой стопочки тут у меня трикотаж сверху белая рябана но это универсальный компаньон ко всему чему бы не было дальше идет кулирка вот с такими кокосами девчат не помню откуда правда нам не довольно давно лежит уже давно хочу из нее что-нибудь 6 у никак руки не доходят но возможно сейчас как раз тот самый случай здесь у меня просто либо платье для полины на лето либо футболка либо что такое легенькое дальше вновь кулирка уже вот с такими вот цветами розовыми я шила из нее футболку для курса 27 и хочу сшить еще что-нибудь ее уже поменьше и вновь кулирка да кстати у меня в общем это с трикотажа большинство кулирка это такой вот принт здесь не очень видно такой олененок спит очень нежная тоненькая и вновь кулирка вот такой девичьей расцветки может быть это будет пижама или платьишко или сарафанчик или что-то такое в общем как видите трикотаж у меня ну может быть исключением кокосов и все такой девичьей девчачьей детской расцветки так что полина моя чувствую обретет много новых интересных вещей пойдем ко второй стопочке и вот вторая стопка ткани сверху меня лежит дублерин черный и белый там где-то был дать чуть-чуть на всякий случай по-любому пригодится дальше подкладочная ткань вот такая светлая есть у меня идеи для чего потом расскажу на вот кстати светлый дублерин дальше вот такая хлопковая ткань довольно приятная знаете из такой ткани часто шьют летний тренч она довольно плотная но в то же время приятная далее идут просто хлопки детские вот с такой расцветкой просто беленький но это хлопковый поплин и здесь вот такая зеленая костюмная ткань очень классного изумрудного цвета я хочу из нее сшить себе юбку я не знаю получится у меня или нет но я попробую далее вот такая розовая фактурная ткань я шила по линии из нее сарафан в прошлом летом получилось очень здорово затем идет отрез ткани вот с таким очень интересным оттенком честно говоря я даже не знаю какими словами его описать в общем эта ткань модал она состоит на сто процентов из эвкалипта очень такая струящийся нежная приятная хочу из нее сшить себе рубашку надеюсь тоже получится и ниже у меня лежит довольно большой отрез белого футера двух нитки это такой универсальный боец и плотная плательная ткань и слегка правда помятая на дает утюжить очень похоже на джинсу хочу сшить из нее платье и под этими двумя стопочками вот такая прослойка белой вязи это незаменимый помощник при отработке разных макетов скорее всего она мне очень понадобится когда я буду готовить курс по женскому платью потому что мы будем много моделировать будет конструирование нужно будет отшивать макеты и подгонять по фигуре на себя так что 5 конечно же нужно вот они мои небольшие тканевые запасы на время карантина посмотрим что из этого обретет новую жизнь в новых изделиях кроме того под полочкой с тканью как я и сказал у меня здесь лежат всякие нужные штуки для вышивания конкретно здесь в пальцах вышита буква б мы разработали детский алфавит и русские и английские дополнили разными красивыми элементами и животными и зверьками кружочками чтобы было интереснее теперь таким алфавитом можно будет украшать одежды для детей сейчас мне нужны все еще раз проверить все буквы красиво вышить сфотографировать и потом уже я добавлю на сайт и вот тут же буква а вот такой симпатичной пандой можно будет вышить например на слюнявчики для ребенка че имя начинается на букву а например алина по моему довольно мило кроме того на этой полочке мне лежат разные стабилизаторы для вышивки уже нарезанные квадратики из трикотажа для отработки дизайнов машинной вышивки и тот самый клей который у меня никак не оттирается с прялец кстати клей очень хороший могу советовать друзья спасибо что досмотрели это видео я очень надеюсь что вам было интересно потому что я впервые готовлю видео в таком формате и честно говоря немножечко переживаю но этим временем не забывайте подписаться на мой канал и жмите пальчик вверх и не пропускайте новые видео пока пока